Меня извините, а можно поуважительней к нашей стране? Можно. А по-моему, нельзя. Русская душа, пробудись, 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 русская душа. О, просыпайся, о, просыпайся, о, просыпайся, дева России. Мы берем, Господь, эту взлетную полосу. Мы поднимаемся в небеса твоими баллистическими ракетами. Мы поднимаемся туда твоими, Господь, самолетами сверхзвуковыми. Как вы себя чувствуете? Я уже практически никакая. И звонили с ВСУ. Это, наверное, сотрясло всю Россию. Мне ваши гнилые, вонючие доллары не нужны. Оправлюсь от этих всех сплетен, этого сатанизма. Я бы наказала жесточайшим образом. Китай нам будет диктовать для русского государства и государственных деятелей путь? Китай не диктует, Китай предлагает. Русскому человеку, кто, что предлагает? То есть, никто ничего не предлагает. Путин говорит о суверенитете, а вы предлагаете отдать свой суверенитет дружному, братскому, замечательному Китаю? Если не будем изучать то, чем занимаются китайцы, и почему они так быстро прут, а мы находимся в одном месте, то, безусловно, мы находимся в другом месте. Потому что в вопросах военных технологий мы Китай опережаем, и пока еще существенно. Сказано в Писании, не сотвори себе кумира. Мы сейчас должны сотворить себе китайского кумира. Да ни в коем случае. А в каких домах Китая есть отопление? И у какого процента населения, и когда появилась пенсия? Поэтому, когда мы начинаем рассказывать сказки о... Я прямо говорю надежде на меня. А главное, про нашу страну. Вы меня извините, а можно поуважительнее к нашей стране? Можно. А по-моему, нельзя. Потому что у вас ощущение, что вот теперь у вас появилась новая путеводная звезда. И когда мы говорим, а вот возьмите этот опыт, для меня это ничем не отличается от того, что было раньше. А вот учитесь-ка у американцев. Игорь Иванович Лилков, Игорь Слева-Гирьев. А те, которые чувствуют в себе силу и православие, и веру, они перейдут на нашу сторону. Ну нельзя. Ну так сложилось. Ну боженька так решил. Нельзя нас победить. На нем опасно лететь. Короче, вот упали. Поэтому в этой сложившейся ситуации для нас остается единственный выход, не обращая внимания на интеллектуальную собственность, заниматься полностью копированием. Вам же нужна Европа. Европа, только Европе. Еще раз повторюсь, вы не нужны. Теперь никто не сможет пересекать в этих пунктах границу Россия-Финляндия. А очень большая часть страны к этому не готова. Это очень хорошо. А это свежий, щоденний вид басковой российской кринджатины и их пропаганды. Тут мы собираем наибольшие зашквари, наибольшие их заявки, и, конечно, примеры того, как они брешут наиболее чаще, чем делают вдох и выдох. Поэтому в этой сложившейся ситуации для нас остается единственный выход, не обращая внимания на интеллектуальную собственность, заниматься полностью копированием, как мы его сегодня называем, рейнджи-гирингом, вежливо называем, полностью копированием западных образцов, начиная с техники и заканчивая оборудованием. В состав затрат, которые подлежат финансированию со стороны государства, могут быть включены затраты на закупку образца сравнения. То есть вы закупили образец сравнения, на базе него сделали новый вид техники и оборудования, соответственно, реализовываете на рынок ее этот новый вид техники или оборудования, и 70% или 60%, как 2281, затрат на это компенсируется, на НЕОКР, в ответ на свои обязательства по реализации продукции. Поселок Старый Крым, Мариуполь, сектор 21. Не могу я понять одну простую вещь. Если боевые действия уже закончились, сами понимаете, давно, откуда появляются вот эти могилы? И также я не могу понять их нумерацию. Вот свежие могилы и опять 2634, 3023. Там он уже 7000, я находил 700, а здесь вот 2667. Я не могу понять вообще ничего. И вон там траншея новая. Надо осознать одну простую вещь. Нас нельзя победить на поле боя. Ну нельзя. Ну так сложилось. Ну боженька так решил. Нельзя нас победить. Кто замерз, кто проголодался? Один пирожок в одни руки берите. Несколько сотен человек стоят в очереди к кассам большого театра. О стойкости и выдержке многих можно позавидовать, ведь они стоят здесь уже по несколько суток. Кто-то сидит на скамейке, кого-то сменяют. И все ждут, когда же получат долгожданный браслет. Наверное, все собрались с медленочками пульсика, направились, поэтому и хотят услышать вас. Было днем холодно, да, когда ветер. У меня человек стоял. Кто? Вот в одеяле. Ага, все, да, все. А если вот так в толпе стоишь, то нормально. Друзья, Вонь от канализации в Кубань здесь ощущается сильнее всего. Вот эти ароматы сейчас поместим в такие воздушные шарики и отнесем к депутатам городской думы. Вонища тут, конечно, конкретная, но дело идет. У нас 52 депутата, сегодня у них заседание городской думы. Я пока только один шарик лопнул, но что-то получается. Так, накачала на всех депутатов городской думы, написала обращение, сейчас поеду, отвезу. Обращаюсь к руководству и стандартам по РДС с предложением начать работу по выдержанию меня в качестве кандидатов в президенты РФ согласно действующему законодательству РФ. Формировали инициативные группы по поддержке выдержания кандидатов в президенты и сбору подписей для участия в выборах в качестве самого бюджета в порядке установленного действующего законодательства РФ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Е. Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин